Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Разлив ТВ. Вчера я обещал новое видео на тему обзора печатного издания «Вестник садоводства Разлив». Обещал – значит, надо сделать. Иначе нет тому веры, кто свои обещания не выполняет. Мы вчера попросили правления выложить в интернет новую редакцию устава, принятую на правлении и зарегистрированную в государственных органах регистрации. А именно, сегодня в видео большой упор будет делаться на устав. Но устав не выложен. Ничего. Придётся довольствоваться проектом устава, выложенным на официальном сайте СНТ «Разлив». Тем более, проект устава принят и не подлежит, по словам юристов, никаким поправкам и изменениям, кроме как, опять же, на собрании. Речь пойдёт о знаменитом пункте 8.9. Я об этом пункте не раз уже писал в «Контакте», в группах. В основном устав переписан с закона Российской Федерации номер 66, с изменением летом 2016 года. Но пункт 8.9 – это детище юристов, которые составляли этот устав. Я думаю, что сами юристы придумать его не могли. Незачем. А в законе и подавно нет такого, что-либо похожего по смыслу. Чей же это заказ? И что это за пункт, кому он вдруг будет нужен? И какие варианты развития могут быть в случае его применения? И, наконец, почему устав стараются не выкладывать на всеобщее обозрение? Пункт 8.9 даёт правлению, причём любому правлению, в любом составе, даёт безоговорочное право единоличного использования общего имущества СНТ, в том числе и общих земель, земель общего пользования. В том числе и сдачи этого имущества под залог, без всяких обращений к общему собранию и получения от этого собрания какого-либо разрешения. Достаточно одной подписи председателя, ну и ссылка на этот устав. И всё. Любой судья в случае подачи садоводами протестов против потери их общей собственности посмеётся и скажет «Вы приняли на собрании в две трети голосов устав?» Да. Вы внесли своё волеизлияние в доверии правлению распоряжаться вашим имуществом? Да. Вы закрепили пунктом 8.9 в уставе своё решение? Да. Тогда все претензии к... Кому? К правлению? Оно хотелось сделать как лучше. Мы хотели сделать как лучше, но нас обманули. Разве не исключён такой вариант ответа от правления? Разве исключён такой вариант событий, что правление в своём неведении и непонимании обстановки уже сейчас подвергается третьей рейдерской атаке? И последней, может быть. Только это атака сверху законным путём. Поэтому своевременно задать вопрос, кто за всем этим стоит? И кто запретил правлению публично общаться с садоводами? Почему замалчивается судьба устава? На сегодняшний день, я думаю, достаточно информации. Следующее видео будет несколько шокирующим. Не пропустите. До свидания. Да, вот ещё что. По скрипту. Слышите звуки балалайки? Традиционный русский инструмент. Эту мелодию я вставил, чтобы подчеркнуть такой же традиционный русский менталитет, который хорошо выражен в переиначенной песне под балалайку. Эх, пить будем, гулять будем, проголосуют умирать, умирать будем. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok